Доброе утро! 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 У нас уже есть огромный тур по США? Да! Будет тур целых полтора месяца! Это идея Нэнси Шульц, которая с нашей командой, и вообще она дружит с нашими российскими борцами. И советскими еще дружила борцами. Она не такая женщина взрослая, но у нее знаменитый муж, который погиб, к сожалению, но она продолжает его дело. Она держит фонд Шульца, проводит турнир Шульца. И она к нам обратилась, чтобы мы помогли ей прорекламировать. Она открыла новую линейку товаров спортивного для борьбы, чтобы мы помогли прорекламировать эту фирму знаменитую, уже знаменитую в США. И это интересно людям, борцовские всякие товары для борцов, борцовки, экипировка и все возможное. В этом году в Каспийске впервые произойдет чемпионат Европы по спортивной борьбе под всем трем видом. Женская, грекоримская, вольная. Ваши ожидания, в том числе есть у нас надежда, что калининградский борец Муса Евлоев там тоже выстрелит. Да, очень приятно, что Муса Евлоев представляет Калининград. Это парень очень достойный, и мы думаем, что он выиграет этот чемпионат Европы, потому что он стабильно борется, мы за ним следим. Мы, к сожалению, еще не знакомы, мы, может быть, так видели, но не знакомы, к сожалению, лично. Вот, поэтому, но я думаю, что он на таком уровне, я разговаривал с моим нашим президентом федерации, у меня ручка парень очень, очень серьезная, и он настроен на чемпионат Европы. Вот какая-то миссия есть на чемпионате Европы или есть ожидания? Вот там-то я, наконец-то, со своим старым другом каким-нибудь увижусь. А мы постоянно видимся везде, мы только прилетели из Косновязка недавно, турнир был Ивана Ерыгина международный, гран-при. Мы там были, там были все борцы со всего мира, наши тренеры, борцы, наши возрасты, которые уже работают тренерами, многие борцы, ну, знают, как бы мы общаемся. Поэтому на чемпионате Европы мы приглашены почетными гостями с братом. Вот, и недавно звонил министр спорта Дагестана, приглашал нас лично, поэтому мы с удовольствием по ним посмотрим. Сегодня у нас в команде спад происходит, поэтому, как бы, интересно посмотреть на чемпионате Европы, который вот начинается год, и уже к Олимпиаде совсем близко, поэтому надо посмотреть резерв, и будет интересно, кто там будет бороться с наших ребят. Про российский спорт говорят многое, происходят разные процессы, всякие с Олимпиадой и так далее. Вот, что вас конкретно все-таки в этой ситуации радует? В чем все-таки братья Белоглазовы видят оптимизм в развитии нашего российского, и, может быть, калининградского, в частности, спорта? Ну, думаю, что с этой Олимпиадой мы много чего посмотрели, и я думаю, что сегодня мы в очень трудном положении. Я скажу вам, что многие зарубежные тренеры, как бы, вот, посмотрите, сегодня отказалась команда Украины участвовать на чемпионате Европы в Дагестане. То есть, начинается политическое решение опять. Я помню тот год, когда мы не поехали на Олимпиаду, было тоже, вот точно в такой ситуации были. Ну, ребята готовились, как бы там ни было. Я прочитал интервью президента, президента Федерации спортивной борьбы, Бусат Идеева. Украины очень жестко высловался. Да, он сказал очень жестко, но, на самом деле, он сказал от имени спортсменов, у него просто другого пути нет. Я понимаю, что сейчас у него возникнут проблемы, судя по такой реакции его. Но это, видимо, пожелание команды, потому что люди готовятся, люди тренируются. Ну, сейчас у нас был чемпионат турнира международных в Красноярске, где приехал парень, один, единственный, всем запретили, он взял, приехал. Я с ним разговаривал, чемпион Украины. Но он говорит, я хочу бороться, я хочу бороться, мне надо выступать на хороших соревнованиях, хорошей конкуренции. Я хочу бороться, готовились к Олимпиаде. Все, они им сказали, нет, ребята, вы никуда не едете, до свидания. Вот и все. У вас сейчас уникальная возможность обратиться к землякам, прямо в камеру с Катей, зачем вам, может быть, стоит заниматься. Может быть, не только вообще спортивной борьбой, а чем-то хорошим в этой жизни. Я хочу сказать, что, во-первых, хочу сказать, спасибо, вы сегодня упомянули сайт, который ведет мой сын Алексей. Я думаю, что он делает большую работу. Во-первых, там много проводится, разных этих интересных информаций дается. И не только по нам, а вообще по мировой борьбе. Вот, поэтому хочу сказать, что у нас регион борцовский с большими традициями, с большими традициями. Я считаю, что у нас мы можем сделать борьбу в Калининграде на очень высоком уровне. Для этого надо просто проводить больше соревнований, потому что сегодня есть какое-то непонимание с федерацией, которое непонятно, зачем какие-то турниры маленькие ограничили проводить. Допустим, был турнир в Пионевске, это у нас, где дети боролись. Человек туда вкладывал деньги, душу вкладывал. Павел Тойневич Просковьков, такой наш ветеран борьбы. Перестали проводить, сказали, что зачем, у нас в том мастер-спорта много. Человек, если проводит такие турниры, таких людей много, которые хотят сделать это, чтобы для детей, это детский турнир был для детей, чтобы пионерские люди занимались, тренировались, и там есть зайчик, который нормальный, я там был несколько раз. Такие соревнования надо много, больше делать. Думаю, наверное, и сегодня с финансированием, понимаем, что трудно, но я служу по нашей школе, я там каждый день бываю, мастер-классы это такое, мы там каждый день бываем в этой школе, мы видим этих ребят, которые хотят куда-то поехать, но, к сожалению, финансовая возможность иногда не позволяет ни родителям их посылать туда, потому что тренеры, конечно, обращаются, но это как бы должно быть на государственном уровне. Я считаю, что в вольной борьбе мы не такие затратные деньги тратим на вольную борьбу, чтобы у нас такой вид спорта, чтобы можно было, просто надо дать детям возможности больше выезжать, больше сборов здесь делать и проводить соревнования больше. Это мнение олимпийского чемпиона Анатолия Белоглазова, представителя славной борцовской семьи Калининградской области, и, кстати, в конце этого года в Калининграде вновь произойдет целый сбор под эгидой братьев Белоглазова, кроме всего прочего, есть у нас классные турниры по вольной и греко-римской борьбе, например, в конце марта в спорте комплексе «Юность» состоится очередной международный турнир, который станет этапом подготовки сборной России, между прочим, на первенстве Европы Ю-23. Также отмечу, что на этих выходных очень насыщенная программа у нас северо-запад по регби в Калининграде, северо-запад по спортивной аэробике, также международный турнир «Гентарная шайба». Если вы еще не знали, то с сегодняшнего дня в Калининграде целую неделю будет тренироваться молодежная сборная России по регби-15 перед первенством Европы, которая уже в конце марта состоится в Польше, в Познании, так что климатизация в Калининграде – это, пожалуй, лучший выбор. Итак, эта рубрика вне игры – это сегодня утром.